Здравствуйте! Сегодня 25 мая и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Для евро новая торговая неделя началась неудачно. Единая валюта рухнула против доллара после объявления о том, что Банк Испании вынужден выкупать региональный Сбербанк, испытывающий серьезные финансовые проблемы. Эта мера еще раз акцентировала внимание инвесторов на слабость банковского сектора в ряде европейских стран, уже испытывающих финансовый прессинг. Новости из Испании стали предлогом для возобновления продаж евро. В результате пара евро-доллар снизилась от цены открытия торгов более чем на 200 пунктов, установив минимум на отметке 1,2345. Этому способствовал и тонкий рынок, который вчера оставался без ведущих игроков. Тем не менее, пара все еще находится в восходящей коррекции и на сегодня мы предполагаем возобновление подъема единой валюты к ценовым уровням 1,2348, 1,2415, 1,2473 и 1,2518. Британская валюта на вчерашних торгах не оставляла попыток продолжить восстановление. Однако интерес к продаже вблизи максимумов прошлой недели на 1,4496 вновь сдержал активность покупателей. Пара уже неделю не выходит из довольно узкого ценового диапазона. Рынки не спешат возвращаться к продажам пары и пока вполне благожелательно относятся к новому правительству Великобритании, желая оценить их действия по сокращению дефицитов. Если правительственная коалиция продемонстрирует свою решимость в борьбе с дефицитом, сомнения инвесторов в преодолении долгового кризиса и стабилизация экономики Великобритании исчезнут. Вчера министр финансов нового правительства уже объявил о сокращении расходов на сумму 6,25 млрд фунтов стерлингов. Тем не менее, неопределенность все еще давит на рынок, не позволяя валютам начать активное движение. На сегодня мы предполагаем продолжение подъема пары фунт-доллар к ценовым уровням 1,4409, 1,4465, 1,4527 и 1,4546. Альтернативный сценарий возобновления нисходящего движения станет актуальным после пробоя вниз ценового уровня 1,4230. В экономической статистике вторника Великобритания опубликует целый ряд показателей. Среди них прирост ВВП за первый квартал, динамика объемов экспортно-импортных операций, данные по объемам ипотечного кредитования, индекс деловой активности в сфере услуг. По большинству этих показателей прогнозируется позитивная динамика. В еврозоне будут опубликованы мартовские данные по изменению объемов промышленных заказов. Здесь также ожидается рост показателей. В США будут опубликованы показатели деловой активности в производственном секторе, индексы доверия потребителей и цен на жилье, которые продемонстрируют, как ожидается, существенный рост. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.